Здравствуйте, уважаемые зрители Саратовского театра кукол Теремок. В эфире его артист Антон Черепанов и наш гость, приехавший с нам из города Москвы, главный режиссер театра кукол имени Обрастова, Константинов Борис Анатольевич. Ваши аплодисменты. Как ты сейчас видишь там они? Они это делают в комментариях у нас обычно, пишут какие-то возгласы. Да, 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 вот это вот мы просим. Обязательно просим это делать. Прошу тебя, Борис, ко мне вращаться. Хорошо, хорошо, Борис. Лечь будет тогда быстрее. Окей. Сегодня у нас в рамках нашего фестиваля, форматка, первого фестиваля театра кукол в Саратове, пройдет показ спектакля, о котором мы поговорим, вообще в принципе о направлении театра кукол для подростков поговорим. Наверное, можно начать. Начнем мы с такого вопроса, с общего, наверное. Как вы думаете, в чем сила искусства театра кукол? А вот я в ответ спрошу. Хитро. Хороший у нас получается. Первый фестиваль, чуть вернусь назад. Первый фестиваль. Какова его тезис, главная его тема? Его название у этого фестиваля? Да, у фестиваля есть название, форматка, фестиваль, посыл, самое главное, для подростков и взрослой аудитории. То есть, показать городу, мы знаем, мы ездим по разным фестивалям, мы знаем, что коллеги сейчас очень много делают спектаклей для подростков и взрослых. Неужели мы до сель не делали таких спектаклей? Я думаю, в каждом театре есть. Ну, их стало все больше и больше появляться. То есть, мы как-то, в общем, мне кажется, стал больше проявляться интерес у сообщества именно, привлечь эту аудиторию, поговорить с этой аудиторией. И поэтому мы подумали, так как у нас тоже есть спектакли, было бы классно сделать событие для города, пригласить классные коллективы с хорошими спектаклями именно для подростков и взрослых, чтобы аудитория посмотрела, потому что на фестивале программы разные, и некоторых она может шокировать даже в какие-то моменты, а где-то удивить, где-то порадоваться. То есть, она вообще абсолютно разно подобрана таким образом, чтобы, ну, запустить такой разговор, наверное, с нашим зрителем. Вот, и мне кажется, здесь как раз и скрыт ответ на первое упражнение. В чем сила искусства театра кукол? Вот вообще, если оно есть, происходит зритель и спектакль встретились, и у них общение между собой. Все прекрасно. Вот. И чудо его, наверное, об этом. Что вы, на ваш взгляд, важнее в спектакле? Куклы или артисты, которые стоят за этими куклами? С какой стороны смотреть на спектакль? Как создатели, мне интересно, конечно, в первую очередь объекты, куклы, инструменты, посредством которых складывается история. Потому что мы визуальный театр, и актер-кукольник, он однажды продал душу свою именно этому делу. Скрыться, спрятаться за некую ширму, самому стать ширмой и отдать все дело кукле. Вот я как бы ратую больше за это. Потому что, ну, актер, актер есть актер. Да, мне кажется, достаточно понятный ответ. Друзья, поделитесь с вашим мнением в комментариях, что для вас важнее в театре кукол? Мы же про общение. Кукла, как зрителям, или же артист, который стоит за этой куклой, исполняет какую-либо роль? Ну, понятно априори, что без артиста ничего и не будет. Самый важный проводник. Я актера кукольник называю проводником. Моих мыслей как режиссер. Мир, который вроде бы статичен, мир художника, но он действенен, он работает. Поменяй одно, урони стул и изменится сюжет. Поэтому все понемножку. Как вам кажется, как ваши спектакли влияют вообще на театральный ландшафт нашей страны? На нас, как на сообщество, на сообщество не только артистов, кукольников, художников, кукольников, режиссеров театра кукол, а может быть, на какие-то драматические, в принципе, на театральное пространство? Я не знаю. Я вот поехал в Иркутск летом, услышал очень много добрых слов в сторону спектакля «Лукинная охота». Для меня это, ну, как бы, важно очень. Важность, в чем спектакль, значит, живой. Если о нем говорят актеры, я так почувствовал, что любят его, что немаловажно, значит, будут беречь. Важность, уважение чувствуется, ну, к тебе, как к автору, от лица театра. Это очень прекрасный момент. Вот, а так, чтобы как-то там менять какой-то ландшафт, ну, меньше всего, ты думаешь об этом. Так бы, вообще, потом, когда состарюсь и сдам книжонку, да, и это будет одна из глав. Как вам кажется, на каком языке должен театр, театр кукол, или вообще, в принципе, театр, говорить с подростками? Ну, сам наш язык театра кукол, он интересен. Он такой немножко, да, немножко это поэзия. Вот, но мне кажется, в юном возрасте девчонки влюбляются, и им хочется услышать стихов. Сегодня мало поэтов, мне кажется, о любви говорящей, не знаю, чему угодно. Земле к матери, к миру, вот. Мальчишки, мне кажется, тоже стесняются как-то вот быть поэтами. Как-то это не модно, что ли. Вот. Мы прикрываемся тем, что мы сказочники, куда можно поселить и поэзию, и живопись, и, ну, нет. Поэтому. Мне кажется, я ухожу в какую-то беседу долгую. Ну, можно просто... Все-таки короткими договориться, что отвечаем короткими фразами. Нет, почему? Можно... Остается ряд мыслей, просто они полетели. Можно, возможно, сейчас следующий вопрос столкнет, тоже на какое-то размышление, и я думаю, нашим зрителям интересно послушать это размышление. Мы говорим сейчас про подростковую аудиторию, язык какой-нибудь... Мне сложно говорить, я не делю. Понимаете, я не делю. То есть, просто я делаю спектакль для... Специально, вот я сегмент выбрал временной. Нет, от 3 до 99 ты... В моих спектаклях нет ничего такого, чтобы там, если посмотрите, ребенок. Он просто не поймет. Он, может быть, даже устанет где-то. Он не увидит там пошлости какой-то, какой-то сексуальной подоплеки, я не знаю, чего мы пишем 12+, или 14+, или 18+. Это только лишь помочь мамам или просто самому зрителю понять, что для кого. Обозначая дату, число 14 или 12, мы ставим, мне кажется, такую преграду. Для тех, кто может утомиться и, возможно... Ну, помочь, но помочь. Потому что, еще раз говорю, вот как в сегодняшнем спектакле провокативное название «Белая уточка», любая мама, «Ой, белая уточка, это же что-то такое...» И поведет малыша. А там немножко другие истории. О предательстве мужчины и женщины. О том, что слово не сдержало, что будет. О том, что испугаешься, жив останешься. Но если попадет в зал ребенок, то, мне кажется, он поймет, что если он испугается когда-нибудь, послушается старших, ну, ему сказали, не делай этого. А он взял да сделал. Умер. Как вы думаете, вообще вот подростки, они готовы выходить с этого? Подростков не любят смирить. А вот... Я вижу, вот порой, порой, я не знаю, как работает у нас театр и пиар-отдел, но я очень рад видеть каждый вечер, когда играется та же самая уточка, в зал абсолютно того возраста, о котором я мечтал. Которого как раз-таки задумывали, что... Я такой довольный, думаю, проверю еще раз, не скучно ли. Вот, и каждый раз проверяешь, каждый раз проверяешь. Не знаю, у меня какой-то комплекс, мне надо, чтобы не было скучно зрителю. Он всегда в тонусе. Не то, что веселился, но когда человеком говоришь, он тебе говорит, о, привет, как дела? И ты начинаешь ему рассказывать, как дела. Он уже давно побежал дальше. А он такой трнулся... Это была его дежурная фраза, как дела? Ему не волнует на настоящем. Чтобы такого дежурного зрителя как бы не было, поговорим про спектакль «Белая уточка». Вы нам привезли его на фестиваль. Его жанр обозначен как фолк-хоррор. В чем специфика этой постановки и вообще такого жанра в театре кукол? Красивое название просто фолк-хоррор. То есть, вот так вот, да? Ну, мне нравится. Я бился. Слышь на воде. Я сразу... То есть, это было придумано именно для того, чтобы привлечь или все-таки там есть какие-то элементы? То есть, жанр уже обозначен чуть-чуть и поприкалываться, и привлечь фолк-хоррор. Хоррор страшный, я знаю. О, там страшно. А что страшно? И люди идут просто испугаться. Неожиданного крика. А мы их пугаем другим. Что бывает, выкапывают ямку. Укладывают туда мамыку. Вот теперь не испуг, а ожог. Почему нет? Ребенку, мне кажется, маленькому это не нужно. Он это и не примет. Он психологически умеет защитить себя. А подросток, он уже немножко оголен. В него уже эти смыслы войдут. И тогда ты понимаешь, что ты сказку рассказывал конкретному человеку, и он тебя выслушал. Эта сказка пришлась ему. Как бы вот так я мысли по-другому, я не знаю. В законах каких-то технических. Ну, мне кажется, это очень хорошо описывает спектакль. И было бы на еще лучше, если бы вы, дорогие друзья, те, кто видел этот спектакль, написали свои какие-то впечатления об этом спектакле в комментариях. И я думаю, Борис, мы ему пришлем какой-нибудь постик, он почитает. Это шок. Я буду. Да. Вот. Пустики. Кстати, у меня подписана страшная сказка. То есть, я ухожу от этой модной иностранной истории и ухожу просто вот в нашу страшную сказку. Страшно и интересно бывает. То есть, тоже можно и так рассудить. А насколько она страшная, вы могли оценить на нашем фестивале формат К, ну или приехать в гости в город Москву, в театр кукол имени Образцова. И сегодня у нас в гостях был главный режиссер этого театра, Борис, Константинов Борис. Я чуть не заговорился, но у нас формат прямой. Так что вот так. И ты также артист Саратовского театра «Кукол Теремок» Антон Черепанов. Спасибо вам большое. Спасибо. Я очень хотел бы поблагодарить вас за то, что вы создаете вот такие фестивали. А не возраста такого рок-н-ролльного. И надо смело, мне кажется, из Питера ребят звать. Там полно. Очень хотелось. Поэтому и продолжайте. Пусть будет второй фестиваль, третий, четвертый. И на нем будет побольше рок-н-ролла, чтобы удивлять и радовать зрителя. Спасибо большое. Мира. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok